Теплый, уютный дом, верное спасение в такую холодную погоду, но только не для жителей дома номер 12 по строительной улице, которые лишились крыши над головой. Это началось с июля месяца, с конца, и вот до сих пор они как не покроют крышу. Вот там напротив дом уже сделали, давно начинали вместе. У нас уже здесь говорят, что три бригады поменялись. Они аванс получают и уходят. Начинают работать, неделю там походят и уходили. Придется затопление больше платить, потому что все это уходит в небо. Недоделка уже успела навредить ремонту в квартирах. В период обильных дождей вода стекала прямо по стенам. Теперь в этих местах очевидные потеки. Полосы идут. Я вовремя вызвала их. Сверху текло. Это вот уже высохло. Это сколько месяцев идет это все. Возмущенные такой вопиющей халатностью люди обращались в подрядную организацию, но кроме как закрыть пленкой открытые участки крыши, ничего сделано не было. Надеюсь, что хотя бы журналистам предприятие, выполняющее работы, сможет дать какое-нибудь объяснение. Мы позвонили по одному из номеров, указанных на информационной табличке, но сотрудники неохотно пошли с нами на диалог. Удивляет другое. Материалов, чтобы завершить ремонт со злополучной крыши, достаточно. В этом мы убедились, поднявшись на чердак. Здесь лежит шифр и другие строительные принадлежности. Не хватает одного – рабочих. В чем же причина их отсутствия? И когда людям все-таки ждать окончания мучений, если по указанным срокам ремонт должен был быть завершен больше месяца назад? Там работы по фонду капитального ремонта. Сейчас идет замена подрядчиков. То есть подрядчик, которого фонд предложил, он не справился в нормативные сроки и с надлежащим качеством своей работы. Обещают, что новый подрядчик появится в течение недели, и тогда крыша будет доделана. Только как быть и кто ответит за нанесенный жильцам ущерб, так и непонятно.